Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы ответить на несколько вопросов, возникающих у наших потребителей, у наших подписчиков ВКонтакте, у людей, с которыми мы общались на выставке буквально недавно, в феврале. Возникает ряд вопросов по поводу нашей продукции, по поводу съедобной резины ASL. Сейчас я постараюсь все на них ответить. Первый вопрос возникает по упаковке. Почему мы не упаковываем свою продукцию в цветные зип-пакеты с ложементом, как делают это большинство производителей? Свою продукцию мы упаковываем в такие блистеры, и это наиболее компактный вариант, наиболее эффективно используется пространство в упаковке. Допустим, вот в трехдюймовой приманке блистер имеет размер практически в размер приманки, что экономит место как в сумке у рыбака, так и на стендах, которые завешивают оптовики, продавцы магазинов. Сделано специальное отверстие под крючок, и приманки вы можете навесить очень компактно, в большом количестве, используя минимальное пространство на стенде. К тому же, блистер является многоразовой упаковкой, его можно открывать, закрывать, очень удобно с собой носить где-то в сумке приманки именно от блистера. Следующий вопрос, на который хотелось бы дать ответ, это что означает съедобная резина. Съедобная резина означает не то, что ее можно употреблять в пищу, об этом мы пишем на коробочках, не употреблять в пищу. Съедобная резина означает то, что в ее состав, в состав самого сырья, внедрены аттрактанты, аминокислоты, пищевые ароматизаторы и соль. Само сырье, из которого изготавливается резина, уже обладает вкусоароматическими свойствами. Большинство производителей наносят ароматизирующие вещества путем сбрызгивания на поверхность резины. Это очень недолговечно, быстро смывается, резина теряет свои вкусоароматические свойства очень быстро. В нашем же варианте все это входит именно в состав резины и имеет довольно-таки продолжительный эффект. Следующий вопрос, на который хотелось бы дать ответ, это действительно ли наша резина обладает положительной плавучестью. Да, это действительно так. В состав резины АСЛ включен флатинг, что придает ей как раз-таки эту самую положительную плавучесть. Мы можем продемонстрировать это наглядно. Вот я беру резину, которая действительно плавает, всплывает, вот я могу утопить ее. Поясню, вот у нас здесь огруженная резина, вот таким образом она работает. Теперь, что касается вопроса, для чего нужна плавающая резина, то есть резина с положительной плавучестью. При подмотке лески ваша рыбка идет вверх. При прекращении подмотки она идет вот таким образом вниз. И у дна останавливается вот примерно приблизительно в таком положении. И хвост находится вверху. Это очень важно, так как, во-первых, уменьшается риск зацепления за коряги, потому что крючок у вас находится как бы на дно. Во-вторых, такое поведение рыбки имитирует реальное кормление мелкой рыбешки. Следующий вопрос, который хотелось бы осветить, очень такой интересный. Большинство людей, которые подходили к нам на выставке, покупали у нас резину на нашем стенде, задавали такой вопрос, почему наша резина по прочностным характеристикам проигрывает более дешевые резины из Китая и другим производителям. В нашу резину, опять же, вот из-за того, что внедрены аттрактанты, аминокислоты, соль, все эти вещества делают структуру резины более рыхлой. Из-за этого, конечно, она будет проигрываться немного в прочностных характеристиках. Вот мы им задавали вопрос, почему вы, ребята, опять покупаете резину, раз она легче, чем прочая резина, которую они покупали. Они с улыбкой отвечали, что при прочих равных условиях количество поклевок на эту резину в разы больше, чем на ту, которая по прочностным характеристикам лучше. Поэтому каждый решает для себя сам. Цена на нашу резину довольно-таки демократичная, очень гуманная по сравнению с конкурентами. Каждый решает для себя сам покупать резину с более хорошими, скажем так, прочностными характеристиками или выбрать резину менее прочную, однако более уловистую. Подводя итог данного вопроса, хочу сказать, что наша резина не так уж и просто рвется. Для примера могу продемонстрировать на разрыв данного изика. Вот я его тянул, достаточно упираюсь сильно, да, вот он у меня порвался. Еще раз продемонстрирую. Вот он у меня даже из пальцев выскальзывает, но держится. Я думаю, это достаточно хорошая прочность для риманок рыболовных. Ну, сегодня я осветил все основные вопросы, которые были заданы нам. Очень приятно, что люди интересуются продукцией. Будем рады ответить на последующие ваши вопросы. Присылайте обязательно их в комментариях к видео, на почту к нам. На сегодня у меня все. Ловите рыбу с удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.